мое почтение я александр михельсон и сегодня в лайв обзоре очень популярный особенно в зауральной части россии премиальный внедорожник lexus lx 570 это уже третий рестайлинг модели а вообще автомобиль выпускается с 2007 года как видите третий рестайлинг оказался очень значительным во время второго рестайлинга здесь добавили просто так называемую веретенообразную решетку радиатора в общем то и все а сейчас изменилась передняя часть радикально я бы сказал и появилась опять-таки веретенообразная но просто огромная брутальная решетка радиатора сбоку кажется визуальных изменений почти нет но в действительности практически все кузовные детали поменялись как видите в элементах декора буква l обыгрывается все чаще и все ярче вот например еще один бумеранг появился ну и как видите совершенно новые полностью новые задние фары в которых тоже есть вот этот элемент похожий на букву l многие отметили что задние фонари здорово похожи на таковые у bmw x5 я с этим соглашусь действительно сходство есть но тем не менее скорее сходство вот в этих внутренних деталях в остальном же это все-таки оригинальная оптика и вот особенно вот эта хромированная буква l сверху на российском рынке теперь останется лишь одна комплектация lx с тремя рядами сидений все остальные комплектации как дизельная так и бензиновая двухрядные теперь давайте заглянем в багажник и вот какая хитрость открывается он если это делать руками то вот таким образом его нужно поднимать закрывается конечно с кнопки ну а если вы пользуетесь брелком то багажник можно открывать автоматически закрываем багажник и движемся в салон автомобиля ну а пока я буду идти вдоль этого длинного длинного внедорожника буду рассказывать вам про комплектации и цены кстати вот эта нижняя створка багажника с доводчиком видите как она закрывается ее нужно просто сюда вот поднести и она уже закроется сама но закрывается багажник тоже с помощью кнопки не буду особенно углубляться в коротком довольно лайф обзоре в комплектации и цены скажу что принципиальных отличия 2 кроме бензинового мотора теперь появился и дизель причем впервые на моделях lexus появился дизельный мотор более того дизельный мотор пока будет предлагаться только на российском рынке подробности о ценах на автомобиль я тоже оставлю для ходового тест-драйва но принципиальную цену назову это 4 миллиона 999 тысяч рублей и вот этой тысячи до пяти миллионов здесь не хватает явно не из-за вот этого психологического барьера для покупателей таких автомобилей это явно не проблема это сделано для того чтобы вы не платили двойной налог на роскошь дело в том что есть две градации до 3 и до 5 миллионов и вот это одна тысяча позволяет не платить лишние деньги в качестве налога на роскошь ну и теперь салон который изменился полностью вот что поменялось радикально в lx это салон здесь остались аналоговые часы которые есть во всех лексусах все остальное новое здесь появился вот такой огромный дисплей на центральной консоли размер его 12 с чем-то с небольшим дюймов точно такой же монитор устанавливается на спортивном седании lexus js но здесь этот монитор глянцевый на джейси он матовый ну и дальше вы видите все сами совершенно другие материалы и отделки вот это натуральное дерево причем дерево теперь может быть как матовым так и глянцевым руль который стал по моему меньше чем был и кожей здесь отделана практически вся центральная панель даже вот эта часть и даже крышка бардачка буквально за 10 минут до съемок разговаривал с владельцем автомобиля дори сталинга он сказал посмотрев внимательно эту машину сказал что кожа кожа качество кожи стало здесь тоже лучше он почему-то отметил именно вот качество швов качество подгонки не знаю мне здесь сложно судить я как-то предыдущее поколение дори сталинговая настолько не ощупывал ну а из электронных фишек здесь например есть еще проекция скорости на лобовое стекло чего раньше тоже не было на лыксах в остальном же узнаваемый премиальный флагманский внедорожник от lexus ну и заключение не могу не открыть капот впервые на российском рынке дизельный lexus мощность двигателя 272 лошадиные силы это тоже в-образная восьмерка в общем-то точно такой же двигатель только чуть меньшей мощности стоит на родственном автомобиле на toyota land cruiser 200 мне если честно не совсем понятно стремление покупателей автомобилей за пять и более миллионов рублей иметь дизельные моторы ну это как минимум не попытка экономить на топливе как мне кажется но по прогнозам продавцов по прогнозам дилером именно с дизельным мотором будет продаваться больше автомобилей чем с бензиновым вот таким получился у японских дизайнеров и инженеров обновленный lexus lx 570 флагманский внедорожник в обзоре который я размещал на сайте михельсон тиви когда только появились первые изображения автомобиля я назвал его спортивно-агрессивным бронепоездом и сейчас готов повторить это словосочетание спортивно-агрессивный бронепоезд на этом я прощаюсь с вами в ближайшее время будет полноценный ходовой тест-драйв автомобиля и там я уже расскажу в том числе как он едет и это будет тест-драйв именно с дизельным лыксом теперь я с вами прощаюсь смотрите мои лайф обзоры и тест-драйвы на сайте михельсон тиви на канале в ютюбе подписывайтесь последнее время выходит действительно много свежего видео ну и удачи на дорогах счастливо